Манчестер Сити, Реал Мадрид, Ливерпуль и Вильяреал. Именно эти четыре команды поборются за право сыграть в финале Лиги Чемпионов. Сегодня мы поговорим об матче, который пройдет в Англии на Энфилд Стадио. Ливерпуль дома будет принимать Вильяреал. Сегодня мы попробуем спрогнозировать данный матч в ПЕС-21. Компьютер сыграет сам против себя, но в конце я дам свой прогноз на данное противостояние. Желаю вам приятного просмотра. Мы начинаем. В 1-4 финала Лиги Чемпионов соперником Ливерпуля была Лиссабонская Бенфика. Матч в Португалии Ливерпуль довольно-таки уверенно завершил своей победой 3-1. Ну и в домашнем матче Ливерпуль сыграл в ничью 3-3 и отправился в плей-офф дальше. А вот у Вильяреала соперник уже был гораздо более грозный. Это была немецкая Бавария. Первый матч дома Вильяреал выиграл со счетом 1-0 и по игре смотрелся гораздо лучше, чем мюнхенская команда. Но вот в ответ на матч расстановка сил конкретно изменилась. Бавария весь матч оказывала давление и на 52-й минуте Роберт Ливандовский сумел таки забить мяч мюнхенцев. После этого Бавария продолжила давление на ворота Вильяреала. Но в самой концовке вышедший на замену Самучу Квезе выбежал в контратаку и первым же ударом в створ поразил ворота Мануэла Нойера. Таким образом Вильяреал сыграл в ничью на выезде 1-1 и отправился в полуфинал Лиги Чемпионов, где сыграет с Ливерпулем. Что касаемо формы команд, то в последних 10 матчах во всех турнирах Ливерпуль забил 19 голов, одержал 7 побед, 2 раза сыграл в ничью и 1 раз проиграл. Что касаемо Вильяреала, то они также провели 10 матчей, забили 14 голов, 5 раз выиграли, 2 раза сыграли в ничью и 3 раза проиграли. За всю свою историю эти команды встречались между собой лишь 2 раза и было это в плей-офф Лиги Европы в 2016 году. В первом матче Вильяреал Дома 1-0 одержал победу, но в ответ на матч Ливерпуль Дома уверенно выиграл 3-0 и прошел в Лиге Европы дальше. Что касаемо ставок на данный матч, то если вы считаете, что победу одержит Ливерпуль, то средний коэффициент будет 1,31. Если же вы считаете, что будет ничья, то средний коэффициент 6,40. Ну а если вы считаете, что победу одержит Ливерпуль, то средний коэффициент дается очень даже большой, это 12 целых. Пользуясь данными сайта soccer365.ru мы можем увидеть, что самый популярный прогноз на данный матч победа Ливерпуля 2-0 Менее популярный победа 2-1 также Ливерпуля и еще чуть менее популярный также победа Ливерпуля со счетом 3-1 Свои прогнозы можете оставлять в комментариях Ну а перед матчем Лиги Чемпионов Ливерпуль сначала сыграет 24 апреля дома против Эвертона Матч английской премьер-лиги А вот Вильерриал в свой последний матч сыграл вчера 2-0 обыграв Дома Валенцию Теперь уже будут готовиться к матчу против Ливерпуля в Англии В АПЛ Ливерпуль по-прежнему продолжает бороться за чемпионство и в последнем туре обыграв 4-0 Уверенно Манчестер Юнайтед возглавил английскую премьер-лигу имея 76 очков Ну на втором месте идущего Манчестер Сити на 2 очка меньше 74 Но опять же у горожан одна игра в запасе Вот у Вильерриала дела совсем плохи Лишь седьмое место в Ла Лиге И всего лишь 52 набранных очка И наверное единственный вариант выйти в Еврокубке Это победа в Лиге Чемпионов Ну а тем временем наш виртуальный прогноз подошел к концу Ливерпуль одержал победу 2-1 Да не порыха сначала забил гол за Вильерриал со штрафного Но после этого Роберто Фермина оформил дубль Ну по крайней мере так решил ПС-21 Что будет в реальной жизни узнаем уже совсем скоро Ну а мой прогноз на данный матч Победа Ливерпуля со счетом 3-1 Свои прогнозы можете оставлять в комментариях А на этом у меня все, всем спасибо за просмотр Всем удачи, будьте здоровы и всем пока